МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Пьешь спиртное в общественных местах, можешь стать звездой Ютуба. Запорожские сторонники здорового образа жизни вышли в рейд по центральным городским улицам и паркам. Активисты хотят сделать областной центр европейским городом. Что рассказывают нарушителям и каков результат знают наши корреспонденты, которые вернулись из рейда. Этим ребятам не жаль потратить свой выходной день, чтобы сделать Запорожье культурным, а главное – трезвым городом. Представители Запорожского общества трезвости и добровольцы с весны этого года патрулируют запорожские улицы. Делают это по собственной инициативе. Стараются убедить горожан отказаться от распития спиртных напитков в общественных местах. Мы, живя в этом городе, видим на каждом шагу. Это распитие алкоголя практически на остановках, в парках. И самое страшное, когда пьют на детских площадках. Ну а все мы знаем, что алкоголь является наркотиком. К сожалению, лицензированным государство продает, предприниматели на этом большие деньги зарабатывают. И самое страшное – это сегодня алкоголизм подростков. Это пивной алкоголизм. Мы видим, что подростки, начиная с 13-14 лет, уже пьют алкоголь. Первых нарушителей правопорядка находят прямо на детской площадке. В компании «Белоснежки» и «Гномов» уютно расположились два молодых человека с пивом. Такое поведение взрослых особенно огорчает Сергея, который стал одним из инициаторов проведения подобных рейдов. Я молодой папа, у меня дочь двухлетняя. И я столкнулся с этой проблемой, когда гулял с дочерью в парке. Молодые люди распевали рядом со мной. Я попросил их удалиться с детской площадки. Они меня поставили, вы сами поняли, куда. В дальний путь. И, соответственно, мне это не понравилось. Я раньше с ребятами из Трезвого Запорожья общался, позвонился с ними, предложил создание такого проекта. Рядом с теми, кто распевает в парке пиво, расположились и любители напитков покрепче. Не смущает отдыхающих раннее время суток и соседство детей. Народ не понимает, что это делать, как в первую очередь, некрасиво. Дети, будущее, мои дети, есть у других людей, которые в этом участвуют дети. И они берут с этого пример, берут, как понимаете, плохой пример. И в дальнейшем есть вероятность того, что они начнут пить и потом станут алкоголиками. Не все горожане адекватно реагируют на просьбу прекратить распитие спиртных напитков в общественном месте. Нередко сторонникам трезвости приходится решать конфликтные ситуации. Нарушителей порядка снимают на видео и размещают в сети интернет. Надо понимать, что общество есть общество. Если человек пьет, то он социально влияет не только на себя. То есть он не может сказать, что не трогайте меня, это моя проблема. То есть он рано или поздно вред принесет окружающим. Организаторы рейда в трезвые дворы уверены, ситуация была намного лучше, если бы ее контролировали правоохранительные органы. Когда люди будут знать, что за распитие спиртных напитков в общественных местах им грозит административное взыскание или штраф, желающих отдыхать некультурно станет намного меньше. Однако правоохранители не спешат выполнять свои обязанности, сетуют активисты. Несмотря на многочисленные приглашения, милиция так ни разу и не присоединилась к рейдам запорожских трезвенников. Елена Назаренко, Константин Пороскевич, ТВ5. Мир, дружба, здоровье. Более 150 поклонников двухколесного транспорта проехались в субботу 4 июля по улицам Бердянска. Были здесь не только жители курортного города, но и гости из Мариуполя. Цель – пропаганда здорового и активного образа жизни. На велопробеге «Дружбы» побывал Игорь Стрельцов. День велодружбы – совместная акция велосипедистов курортного города и соседнего Мариуполя. Именно в Донецкой области стартовал велопробег. Посвятили его укреплению дружеских отношений двух городов. Акция называется «Велотур дружбы». И вытекающие отсюда последствия – это дружба, мир и взаимопонимание соседних городов Мариуполя и Бердянска. И как в целом Донецкой и Запорожской области. Расстояние в 97 километра велосипедисты преодолели за 5 часов. В 30 километрах от Бердянска колонну встречали местные любители двухколесных. Чтобы оказать им уважение, мы решили не просто их сидеть ждать дома, а выехать им навстречу в Осипенко. В Осипенко произошла наша дружеская встреча. И вот все вместе мы въехали в город. Дмитрий Асеев из Бердянска встречал своих коллег по увлечению из Мариуполя на своем стареньком, но ухоженном и технически исправном старт-шоссе. 30-летний программист профессионально никогда не занимался велосипедным спортом. Но о топовой модели велосипеда Харьковского велозавода знает практически все. Вообще по декалям, это декали называются, вот они. По виду декалей можно четко определить марку велосипеда, пока не конкретно ХВЗ, и сказать достаточно точно, вот когда он был произведен. А по старт-шоссе такая декаль появляется в 1982 году. По многим характеристикам велосипед, выпущенный почти 30 лет назад, не уступает современным моделям зарубежных производителей. На велопробег Дмитрий приехал именно на этой модели двухколесного неспроста. Ну приятно, конечно, сознавать, что этот велосипед был произведен тогда еще в УСССР, но все равно это была Украина. Это украинский велосипед. Такой велосипед заметно отличается от других, но Дмитрий уверен, он ничем не уступает новым моделям двухколесного транспорта. Из-за того, что их сейчас действительно много, они дешевы. То есть можно купить дешево, но в то же время будут в два-три раза лучше современного Китая. Конечно, можно взять за стоимость нового автомобиля велосипед, ну как тот стоит, вот как этот, но не каждому это по карману. Завершился совместный велопробег Дружбы на Приморской площади. После непродолжительного общения с жителями города участники акции отправились на отдых на Бердянскую косу. Юлия Козыряцкая, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Одна медицинская реформа не успела завершиться, как в министерстве обещают следующую. Тем временем врачи бьют тревогу. Работают на оборудование 30-летней давности. С инициативой помочь медучреждениям города выступил главный инженер комбината «Запорожсталь» Владимир Буряк. Его медицинская городская программа направлена на благоустройство запорожских больниц. Подробнее в следующем материале. Городская больница номер 8. Здесь обслуживают жителей Шевченковского района Запорожья. А это порядка 130 тысяч горожан. Медики своими силами стараются модернизировать оборудование и проводить здесь ремонты. Основные направления больницы – гинекологическое и физиотерапевтическое. Главная гордость медучреждения – спелеокамера или соляная шахта. Здесь проходит лечение аллергики, пациенты с проблемами дыхательных путей. Все натуральное. Здесь люди вдыхают. И эффект потрясающий. А сколько длится эта процедура? Полтора часа. Да. В зависимости от назначения врачей. Несмотря на достижения, есть в больнице и слабые места. Одно из них – УЗИ-аппарат, которому порядка 30 лет. Он работает. Но, конечно же, уже мы все сроки амортизации использовали. И вот это первостепенная такая наша нужда приобретения этого оборудования. При этом УЗИ-аппарат один на всю больницу. Из-за того, что лечебное учреждение находится в разных частях Шевченковского района, современное ультразвуковое исследование пациентов зачастую просто не проводится. Еще одно больное место восьмой больницы – кардиологическое оборудование. Единственный электрокардиограф, также родом из 80-х. Это дедушка-аппарат. Я бы сказал, про дедушка. Да, это про дедушка. Он уже все сроки амортизации прошел. Как же так было, извиняюсь, получается, такое количество населения? Определенная спецификация, специализация, вернее, в вашей больнице, извините. Так было после разделения. Так нам досталось. На встрече с коллективом больницы Владимир Буряк предложил врачам принять участие в его городской программе. Главная цель – повысить эффективность запорожской медицины благодаря модернизации и благоустройству отделений лечебных учреждений. Для этого медикам необходимо принять участие в конкурсе на лучший проект. Победитель получит 50 тысяч гривен на его реализацию. Владимир Буряк выразил желание лично принять участие в выборе лучших проектов. Возможно, я поприсутствую, если разрешите. На защите, так сказать. И тогда уже отберем. В конкурсе могут принять участие представители каждого отделения лечебного учреждения. Медики уже строят планы. Нам крайне необходим электрокардиограф. Крайне необходим. И нам необходим холтер. Эта аппаратура нужна для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой патологии. Без них эту диагностику провести невозможно. На оформление проектов у врачей две недели. Затем – защита и реализация инициативы. Ирина Погоренная, Сергей Чалый, ТВ5. Малыш и Карлсон – домом учительница «Фрэкенбок», «Львенок» и «Черепаха». Герои любимых мультфильмов стали еще ближе. Теперь в одном из домов по улице Столеваров они украшают стены подъезда. Казалось бы, один из множества заурядных домов Запорожья. Но за дверью одного из подъездов открывается настоящая сказка. Вместо скучных серых стен нас встречают персонажи любимых мультфильмов. Украсить подъезд рисунками захотели сами жители дома. А воплощать идею взялась Валентина Тарасюк. По профессии девушка-дизайнер-график. Во-первых, это практика. И я хотела давно уже попробовать разрисовывать стены. Мне хотелось как бы. Это интересная работа. Довольно нескучная. Поднимающее настроение. Даже когда нет настроения, ты идешь, приходишь, хмурый день, идет дождь, ты приходишь, переодеваешься, берешь краску и красишь. И поднимается настроение. Но прежде чем взять в руки кисть, девушке пришлось основательно потрудиться. Подъезд был, конечно, стандартный, в страшном состоянии. Как сейчас в основном у всех обычных подъездов. Обрисованные стены были, зашорканные. Где-то были дырки. Их перед тем, как я красила, некоторые дырки замазывали. Здесь были очень страшные ступеньки, быльца, вот эти ребрышки. И все мы красили, чтобы оно все было гармонично, аккуратно смотрелось. Тому, как преобразился подъезд всего за полтора месяца, жильцы никак не нарадуются. Что было до этого, вспоминать не хотят. Трудно сказать, какой был. А стал хороший. Ко мне гости приезжали, очень сфотографировали все. Говорят, боже, какая красота. Вот так вот. Для создания такой красоты Валентина уделяла три часа в день. А выходные трудилась с утра до вечера. Так на стенах появились малыш и Карлсон, волк и пес, пчелка Майя и другие герои. Сюжеты мультфильмов здесь гармонично переплетаются и создают единую сказку. Композиционные сюжеты подбирала я. То есть смотрела в интернете, какие есть уже иллюстрации готовые. А потом уже здесь по объемам стены я определяла, что где будет находиться. Вот. Где будет находиться фреккенбок, где они будут пить чай. Добавляла, опять же, свои элементы. За это время персонажи на стенах успели стать полноправными соседями. Знакомство с ними всегда вызывает восторг. Женщина возвращалась домой, когда увидела этого мужика. Она просто так ахнула, потому что люди привыкали постепенно к этим персонажам. Они большие по размерам, и поэтому они как живые. Сегодня в подъезде нераскрашенными остались два этажа. Валентина обещает, в будущем и они порадуют яркими рисунками. Главное, чтобы сами жители захотели жить в сказке. Мария Маракелян, Константин Грушко, ТВ5. Профессиональный электросварщик, а по призванию цветовод. 172 кактуса зацвели одновременно на одном из частных подворий Бердянска. Хозяин участка уверен, что это новый вид колючего растения и хинопсис бердянский. Бердянский кактус. Да, это растение уже теперь наше. Оно растет у нас, оно уже акклиматизировалось у нас. Так что это уже наше растение. Оно ему понравилось здесь жить. Профессиональный электросварщик, а по призванию цветовод Виктор Послен более 28 лет занимается разведением кактусов. Вначале выращивал их в комнате, но однажды решился на эксперимент и высадил кактусы под открытым небом. Результаты превзошли ожидания. Им было где-то лет по пять или по шесть. Вот, ну вот, типа вот этих, ну чуть меньше, наверное. Они были в комнате, поливали все. Просто то, что на улицу вынес, в свободе, вот они зацвели два раза. После многолетних опытов Виктор решил бердянскому кактусу необходима свобода. А цветение, пусть и кратковременное, это ответ растений на заботу человека. Тут же вот факт, то, что они вот сейчас цветут и радуют, вот это вот оно и есть. То, что я им дал свободу, волю, они отблагодарили. Единственная проблема, связанная с уходом за кактусами, их необходимо выкапывать осенью и пересаживать в горшки. В них они находятся до следующей весны. Есть и мечта, к которой стремится бердянский цветовод-любитель. Увидеть, как на его участке одновременно зацветет тысяча кактусов. Павел Васильев, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Как выглядят идеальные парень и девушка, знают ведущие программы «Планшет». Сразу после выпуска новостей Даша Купличенко и Никита Сердюков расскажут вам о тайнах взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Покажут, что такое слэмбол, поговорят о настоящих играх разума. Не пропустите много интересного в новом выпуске «Планшета» уже через несколько минут на ТВ5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать свое мнение, пишите главред.tv5.zp.ua. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok